Дорогие друзья! Баста и Пугачева, Бузова и Петросян. И нипочем телеканалам ни петиции против вакханалии, ни соцопросы, ни даже рейтинги. Может быть дело в том, что телеканалы эти не настолько хозрасчетные, а все больше государственные и так же пилят бюджеты, как и все остальные. Своим мнением о ночи живых мертвецов на центральных телеканалах поделился писатель и публицист Дмитрий Лекух. Для меня довольно загадочно, чем руководствуются телеканалы, забивая безумно рейтинговое новогоднее время этими ночами живых мертвецов. Потому что с точки зрения бизнеса это неоправданно. И через эти кланы ничего, в общем-то, живое пробиться не может. Идет какое-то абсолютно непонятное привлечение социально близких. Оказались рэперы для части, видимо, социально близкими. Вот сейчас ими решили разбавить. Будет очень забавно смотреть, как какой-нибудь рэпер хляшет на голове у Аллы Борисовны. Потому что она вечная и неизбежная, как зима в России. И вроде бы вне политики, и вроде всем известные артисты, но, по сути, пропаганда безвкусицы в разгаре. Впрочем, изменений ждать не приходится. Скорее всего, это оправданно с точки зрения каких-то внутритусовочных обязательств, где все-все знают, и люди сидят на том же телевидении годами. С кем они работают, к тому и обращаются. Есть проблема с развлекательным телевидением. Она у нас достаточно давно. И связано это с плотными, клановыми, финансовыми, какими угодно взаимоотношениями вот этих вот развлекательных редакций, с определенным пулом артистов, продюсеров. Но, опять-таки, это, с одной стороны, нормально. С другой стороны, это слишком долго было бесконтрольно. В эфире была рубрика «Экспертное мнение», специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».